чувствуете чем пахнет это запах надвигающегося нового года и сегодня будем готовить самый новогодний в мире салат оливье самой главной своей миссии ребята я считаю чтобы вы повторяли и у вас получались те рецепты которые я вам говорю поэтому для максимального понимания сегодня буду все четко разжевывать по полочкам первым делом нам понадобится таз потому что если у вас нет тазика то оливье получится так себе теперь по тому набору продуктов которые нам понадобятся я не стал тратить ваше свое время заранее отварил вот смотрите меня отварная картошка отварная нарковь соленый огурец свежий огурец 3 отварных вкрутую яйца красный лук может быть и обыкновенный белый у меня красный консервированный горох если вдруг у вас каким-то образом оказался свежий это будет вообще отрыв головы у меня к сожалению только консервированный изюминка нашего оливье это конечно же сервелат вареная копченая колбаса нам понадобится буквально 200 грамм она перевернет в корни игру и это будет что-то с чем-то второй очень важный нюанс чем наше оливье будет отличаться вот от обыденного мы не будем просто заправлять его майонезом а мы заправим его соусом а соус у нас получится из майонеза русского хрена укропа и немного чеснока оливье который мы будем сегодня готовить его можно назвать ровным потому что сколько картошки столько морковки сколько картошки столько колбасы столько же огурцов и столько же яиц все очень просто как определиться какой кубик в оливье будет самый вкусный все очень просто открываете банку с горохом достаете оттуда горошину и понимаете какого размера должен быть кубик приступаем к нарезке мы определили с размером кубика он равен размеру горошины сначала вдоль мы разрезаем картошку потом разделяем ее на кубик удовольствие получаемое от оливье она прямо пропорционально тому как вы сварите овощи если вы переварите будете есть что-то такое склизкое и непонятное поэтому очень внимательно смотрите за тем чтобы ваши овощи не были переваренными следующим нарезаем морковку нарезали в равных пропорциях картофель и морковь теперь приступаем к яйцам смотрите яйцо мы разрезаем сначала пополам более того желтки мы кладем это вареное яйцо желтки складываем отдельно нам понадобятся только белки объясню почему потому что мы могли бы резать вместе с желтками но приведите пожалуйста мне и покажите такого человека который ел оливье как о нарезанный вареный желток ровно кубиком такого нет поэтому я покажу что мы с ними будем делать мы просто разрезаем на вот такие ленточки и уже их режем на кубик напомню кубик размера как горошинки следующий приступаем колбасе здесь очень важный момент берите варено копченый сервелат вот есть так называемый финский варено-копченый сервелат вот он лучше всего подходит поверьте вот эта небольшая копченость усилит ваш вкус оливье ну просто до каких-то космических масштабов обязательно попробуйте так будет чем удивить своих домашних за новогодним столом мы практически на финишной прямой последнее что мы будем резать это будут огурцы как я и говорил 50 на 50 свежий и соленый огурец обратите внимание я снял с них кожу потому что мне не нравится когда жесткая кожа попадается в оливье поэтому я вам советую снимать кожу из соленого и со свежего огурца когда я говорил что последнее что мы будем резать от огурцы это был пранк розыгрыш скрытая камера поверили у нас же еще есть лук у меня он красный смотрите вот где-то треть вот такой большой луковицы лук обязателен в оливье он застряет и подчеркивает всем его вкусовые вкусовые лук меленько режем меньше чем все остальные ингредиенты все ингредиенты для оливье у нас порезаны теперь мы займемся соусом это еще будет одна наша изюминка которая удивит всех домашних и они будут просить за новогодним столом добавки 3 вареных желтка от яиц у нас находится здесь мы берем открываем майонез заливаем прям плотненько-плотненько если останется лишняя заправка на хлебушек и самое то дальше разминаем майонез вместе с желтками при помощи вилки здесь у нас было приблизительно 5 столовых ложек майонеза майонез не меньше 67 процентов на этот объем 3 отварных желтка и 5 ложек майонеза столовых мы кладем две неполных чайных ложки русского хрена и все это также тщательно перемешиваем туда же очищаем одну чесночину одну головку могу хорошую не маленькую вот посмотрите такого размера заряжаем ее в наш чеснокодавительный аппарат и выдавливаем ее в наш соус для оливье туда же берем хороший пучок укропа и мелко 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 нарезаем укроп и все это направляем наш соус теперь перемешиваем я вам рассказываю историю которая придает значимости этому рецепту дело в том что именно по этому рецепту некто оливье и придумал тот салат который сейчас любят миллионы хотелось бы конечно миллиарды ну ладно миллионы россиян именно так это самый аутентичный все бабушки настоящие бабушки как проверить бабушку попросить ее приготовить оливье если такой значит настоящая бабушка нет ну самозванка можно можно с ней не разговаривать поэтому для увеличения значимости еще раз повторю именно такой оливье и должен быть именно такой соус пробуйте так смотрите откладываем все лишнее теперь еще мы добавляем вот на этот объем давайте наверное две таких и здоровье здоровенных ложки нашего соуса а д оливье и все начинаем замешивать все это хорошенько перемешали теперь пробуем уже порядочно вкусно но мы забыли посолить и здесь по вкусу мы солим добавляем соль добавляем черный черный молотый перец в разумных количествах все это еще раз перемешиваем вам всегда во всех рецептах говорят соль и перец по вкусу ну а теперь это будет первый рецепт который вы посмотрите где он скажет горох по вкусу и вот наверх я почему сразу горохом не перемешиваю потому что пожмется он эти такой достаточно хрупкий ингредиент поэтому я в конце и вот так вот нежненько уже вместе с горошком чтобы он лопался на язычке было вкусненько мы вот так вот все сделаем теперь берем ложку и накладываем наш оливье смотрите вы можете сделать кому-нибудь праздничное кольцо не обязательно его покупать металлическое либо просить у друга повара достаточно просто подобрать банку такого пластмассового нужного вам диаметра и выложить красиво я считаю что форма для еды это дело последнее самое главное вкус теперь проверим какой он в этого оливье ну что вы сделаете что я щас попробую скажу есть невозможно ну конечно же нет все проверено ребята все перепробовано это реально вкусный интересный и как говорят женщины бальзаковского возраста оригинальный рецепт очень пикантный обязательно попробуйте поверьте копченая колбаса в корне меняет игру только в лучшую сторону это был кушать с андрюшей подписывайтесь на канал ставьте лайки пожалуйста рассказывайте друзьям пишите мне если что-то собрались готовить из тех рецептов которые я вам рассказал напишите я все подскажу проконтролируем и доведем до лучшего качества всех обнал приподнал езжи подписывайся кушать с андрюшей муа а